На заседании рабочей группы по здравоохранению присутствовал глава города, глав врачей медицинских учреждений и замы, а также представители общественности и депутаты Сарапольской городской думы. Первый вопрос повестки заседания – оказание стоматологической помощи для горожан. Осенью прошлого года состоялось объединение двух стоматологических поликлиник города на южном поселке и в центре Сарапула в одну. И теперь на прием к врачу можно записаться вне зависимости от адреса прописки. Горожан обслуживает 34 врача-стоматолога. Из них 7 врачей детского профиля. Детское отделение работает и на южном поселке, и в стоматологии по адресу Азина, 17А. К какому бы адресу ребенка мне относился, его примут что там, что на Азина, что на Фронтс-10? По обращаемости населения, выкладываются номерочки у нас, идет через сеть интернет. Основная масса будет до 80% и идет запись по телефону. Заседание продолжилось отчетом о функционировании Сарапольского межрайонного противотуберкулезного диспансера. В прошлом году в диспансере был проведен капитальный ремонт части помещений. Вид медицинской помощи – первично специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях по профилактизиатрии. Ведется амбулаторный прием врачей-фтизиатов, в том числе и консультативный. Функционирует рентген-диагностический кабинет, клиника диагностическая и бактериологическая лаборатория. Количество посещений, мощность поликлиники – 50 посещений в смену. В противотуберкулезном диспансере работает флюорографический кабинет. Также флюорографию можно пройти в поликлиниках по адресам Ленина 5, Калинина 1 и на южном поселке по адресу Молодежная 7. Начало приема – 8 часов. Также на заседании обсудили ситуацию с заболеваемостью ковид-инфекцией, диагностированием и лечением ковид-больных. Прием ведется на дому только защищенной мобильной бригадой медицинскими сотрудниками. На сегодняшний день работают три взрослых бригады терапевтических на южном поселке, на два участка, и в городе на центральном участке тоже две мобильных бригады. Также забор москов производится на дому и организованы кабинеты с отдельными входами для самообследования на ПЦР, на ковид-больную инфекцию в поликлиниках. Это третья поликлиника, первая поликлиника, поликлиника южного поселка тоже с защищенными отдельными входами. Стационарное лечение больные проходят в республиканских медучреждениях, куда доставляются автомобилями скорой помощи. Обсудили ситуацию с бесплатной вакцинацией от ковид. Вторым компонентом вакцины привито уже более 1900 человек. На вакцинацию можно записаться через госуслуги, в единый портал, через портал обратной связи, если кто-то не смог записаться, мы персонально с ним работаем, по телефону 4129, через любую регистратору. Продолжение следует...